В семье покойной певицы Жанны Фриске продолжаются разбирательства. Гражданские муж-звезды и ее родители по-прежнему не могут поделить опеку над Платоном. Владимир Фриске утверждает, что телеведущий не дает ему видеть внука с тех пор, как забрал ребенка к себе. В связи с этим он решил прибегнуть к правовым мерам. Адвокат отца Жанны Фриске утверждает, что Дмитрий Шепелев похитил маленького Платона. Кроме того, адвокат Владимира Фриске просит милицию возбудить против телеведущего сразу три статьи. Первое – похищение человека. Второе – незаконное усыновление. В-третьих, по словам семьи Жанны, Платон по 8-10 часов в день не видит Шепелева, ведь тот каждый день ездит на работу, а Платон в это время находится с неизвестной женщиной. Представитель Владимира Фриске утверждает, что это нарушение прав ребенка. К тому же родные Жанны убеждены, Дмитрий увезет мальчика в Белоруссию. Они считают, что ведущий самозванец и не является отцом Платона. Признаки преступления налицо. У Шепелева нет законных документов на Платона. На нашу просьбу показать их он ответил отказом. Мы выясняли, ни один ЗАГС в России свидетельство о рождении, где бы Шепелев был записан отцом, ему не выдавал. Брак с Жанной он тоже не заключал. Дмитрий говорит, что есть какие-то американские документы, в которых он значится папой мальчика, но в России они недействительны. По нашим законам он Платону никто, мы обяжем Шепелева доказать, что он является отцом, пройти генетический тест. По российским законам он может считать себя отцом Платоши только в том случае, если усыновит ребенка. А для усыновления потребуется согласие и разрешение родственников, заявил адвокат Владимир Фриске. Редактор субтитров А.Семкин